Лучшая тренировка – это действительно вовлечение. Действительно, разговор с людьми о чем-то. Кто-то, кто проходил тренинг, понимает о чем. Кто-то из вас уже лидерскую закончил, но тем не менее, ты можешь вовлекать. И здорово. Если в твоей жизни что-то сработало, уже сейчас тем более легко, не держась за результат, просто донося до людей. Вот просто донося до людей. Что в их жизни потрать время, потрать какое-то время в день, в неделю. Донести до человека, что он может жизнь поменять. И наверняка в окружении, посмотри, в твоем окружении очень много людей, которым бы порекомендовать что-то поменять. Они, возможно, с вопросами какими-то. И очень успешные люди с вопросами какими-то не могут разобраться. Если кто-то проходит тренинг, понимает о чем речь. Пообщайся, повлекай. Ты не должен, не обязан. Это очень крутая тренировка. Тебя, где через результаты ты увидишь, что тебе поменять. Через результаты слышат, он тебя не слышит. Не потому, что он тебя не слышит, что он не слышит, что он не слышит, что он не слышит или упёрт. А чаще всего на этого лидеры и скатываются. Он не слышащий, он и уперт, и так далее, и так далее. Да не он не слышащий или уперт. И с тобой все хорошо, и с ним все в порядке. Просто ты свое внутреннее харизма, влияние проявляешь таким образом, что почему-то он не сдвигается. Кому интересуют вопросы роста личности? Да всех они интересуют. Думаю, тоже, кстати, история очень показательная, как это работает, как там, так же влияние, как харизма, с чем связано внутри. Это все-таки связано с моей честностью и приверженностью, так же, как и с моей честностью и приверженностью внутри. У меня был такой момент времени, когда у меня было 15 человек записано на первый тренинг, и уже я начал договориться, я договорился о датах, когда тренинг будет, состоится, с тренингом договорился, он говорит, ну на 15 человек я не приеду, давай 25, ну меньше 25 смысл они. И вдруг мне звонят эти ребята и говорят, ты знаешь, а ты же здесь не прописан в расставе, я говорю, нет. Мы тебя по КГБ там прокачали, ты здесь, например, не прописан, ну и вообще мы хотим узнать, лицензия есть? Я говорю, ты знаешь, я не знаю, я не задавал этих вопросов, мне все равно, у меня есть лицензия нет, у тренера. Ты знаешь, говорит, ну просто если лицензии у тренера нет, то мы не приедем, мы не пойдем. Я позвонил тренеру, говорю, у тебя лицензия есть? Он говорит, да, ну это дело не лицензируется. Я позвонил, говорит, лицензии нет, они говорят, ну все, значит мы не пойдем. Все это фигня, все это, ну что-то подозрение, какое-то ты не прописан, Деньги он у нас уже собрал, они прописаны, я просто, когда я не скрывал, я просто не говорю, я не спрашиваю, какая это, все прописаны есть или нет, я вообще, я не прописан, могу вам паспорт показать, что-то копии дать, паспорт, вы себе хотите. Ну в общем, что-то мы тебе не верим. Я сел и понял, что не получилось. Я загревал, конечно, в этот момент ко мне жена подходит и говорит, слушай, что ты как держишься за результат, ну 15 человек вовлек, ну ты в этой жизни что-то сделал, ну в смысле, ты вот сработал там внутри, твое влияние, и ты зажег, зажег 15 сердец, да, они поверили, что жизнь можно поменять. Все равно, ну кто-то из них придет, кто-то не придет, может вообще тренинги не состояться, но ты же это уже сделал, ты подарил им надежду, пускай, частичку, ты с ними вступил в контакт, они тебе поверили, сам Иван, ты веришь в себя, ты видишь, что ты влиятельный, давай, я вижу, что я выехал, я вообще круто, она говорит, все, молодец, я думаю, а что дальше делать, ну а что, говорит, делать, по часу назад приходишь и отдаешь деньги, ну если кто-то заберет, я думаю, ну действительно, самая часть моя будет, а что, ну действительно, люди не верят, значит, что-то я не довлиял, да, что-то я не подарил людям до конца, что-то я не был где-то открыт, где-то что-то не предусмотрел, я прихожу, они собираются, 15 человек, я говорю, девчонки, ну нет у меня лицензии, ну не прописан я здесь, да, вот деньги, я так понимаю, ну нет доверия, значит, что-то я не заслужу, простите меня, вот деньги, забирайте, а они сидят, люди, я говорю, все, деньги забираем, ну, значит, деньги не будет, или будет, наверное, ну, кто-то, может, не заберет, но хотя, говорю, если 25 человек не будет, и так, говорю, у вас 15, если 25 не будет, и 1 июля встает, она до сих пор у меня бухгалтером работает, Юля встает и говорит, знаешь, я вижу в твои глаза, что ты мужик, ты же меня не поведешь, нет, конечно, Юля, все состоится, если, ну, если вы придете, все состоится, вы можете деньги эти забрать, ни одна не стала, не забрала, только за ближайшие 10 дней еще 12 человек пришли, они же и привели 12 человек, и первый тренинг у нас состоялся, 25 человек, и первая команда, когда они пришли на продвинутый курс, это второй этап у нас есть, когда мы зашли, там есть такой процесс создания декларации, ну, то есть декларирование команды, когда мы создавали, в продвинутом курсе, когда мы с тренингом зашли в зал, там висел плакат, 17 человек выбежали и закричали, я из команды, это горят, там в основном были женщины, и женщины там около 40 лет, вот такие вот старше, ну, там несколько парней было мужчин, то есть я в них не был тренером, я просто был организатором, я просто повлиял, наверное, на них, я влияю на них, до сих пор мы иногда встречаемся, и они включен в город, если говорят, люди там спешные, кто-то из них там тренингом начал дальше заниматься, это там сейчас и какие-то программы организовать. Сейчас я привожу пример, где, ну, как бы, что внутренняя харизма, это еще и внутренняя честность, это, ну, по-любому, это честность, это верить в то, что ты делаешь, причем делать там, ну, может, ну, ради себя в том числе, это делать важно как-то безусловно. Определить этот вопрос со словами достаточно сложно, а тренировать при всем при том можно и те металлики, и иногда даже экстремальные металлики, которые, кстати, вот здесь предлагают, и можешь рискнуть, и можешь пойти на это.